Вот в таких празднично украшенных прицепах все необходимое для борьбы с огнем. Боевая одежда, огнетушители, бензонасосы, рукава. С помощью такого оборудования в сельских округах добровольцы будут тушить пожары до приезда основных сил МЧС. Сегодня такие боевые комплекты получили добровольные пожарные команды из Молдовки и Салахаула. Выбор именно на отдаленные населенные пункты пал не случайно. До ближайшего пункта пожарной части, до Гомыска, у нас очень большой километраж. Ехать примерно 25-30 минут. И первоначально мы должны в течение минуты выскочить и принять все неотложные меры до приезда главных пожарных сил. Пожарные комплекты дружины смогли получить благодаря усилиям администрации Сочи, МЧС и Всероссийскому добровольному пожарному обществу. Эта организация проводит обучение добровольцев. В Сочи необходимые навыки уже приобрела половина членов пожарных команд. Все-таки защита населения территории – это одно из прегативных направлений деятельности нашей администрации. Надеюсь, что развивая это направление, мы наиболее качественно сможем выполнять поставленные задачи. Мы в конце прошлого года на все сельские округа закупили емкости по 5000 литров для развития добровольчества. Ранцевые огнетушители, другое оборудование. И уже в сельские округа это все поступило. Пока в Сочи созданы только две добровольные пожарные команды. До конца года в городе таких будет организовано еще четыре. К активной работе с новым оборудованием команды сельских округов должны приступить уже сейчас. С сегодняшнего дня все спасательные службы и пожарные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. В связи с предстоящими выходными, как известно, именно в такие дни возрастает риск возникновения разного рода ЧП. Практически каждый день мы проводим инструктажи спасательных подразделений, где расставляем акценты по выполняемым задачам. В частности, эту работу мы проводим и сегодня. Количество дежурных смен в Сочи будет увеличено вдвое. Это позволит своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в случае их возникновения.